Проект телескопа Кеплер, строительство которого оплатила NASA, возглавлял один человек. Я об этом расскажу, потому что это иллюстрирует борьбу, которая ведется в науке. Он написал несколько заявок, его звали Билл Буруки из центра NASA Ames. Он отправил в NASA несколько предложений, заявляя, что космический телескоп будет способен увидеть яркость тысяч звезд, а на самом деле сотен тысяч звезд, и измерит яркость так точно, что даже крошечные планеты размером с Землю, которые проходят перед звездой, понизят ее яркость настолько, что мы сможем это измерить. Это забавно и показательно. После того, как несколько заявок отклонили, Билл Буруки продолжил писать заявки в NASA, отправлять их в штаб-квартиру, и в конце концов они сказали «да». Это привело к созданию миссии Кеплер, и в конце концов открытию более чем четырех тысяч планет, большая часть которых размером с Землю. Это потрясающе. Это привело к изменению общего понимания. Разумеется, это всех так взволновало. Это сейчас мы знаем, что планеты, похожие на Землю, это не редкость. Вы со своим студентом выпустили статью, которая выиграла большой приз. Возможно, я ошибаюсь. Кажется, там вы обосновали вероятность обнаружения планет, похожих на Землю. Да, несколько групп ученых над этим трудились. Главной группой была та, в которую входил Элиот Петтигура, блестящий профессор. Он был моим студентом-аспирантом, а сейчас работает в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. Я даже не смогу описать, как серьезно он к этому подошел. Он симулировал ошибки, систематические ошибки, ошибки отсеивания, чувствительность к планетам размером с Землю. Все это вошло в анализ. А потом он сам, лично, повторно проанализировал все данные. А мы говорим о данных четырех лет исследований телескопа Кеплер. Он нашел все планеты сам. Сам написал весь код. Мы опубликовали совместную работу с ним и Энди Хауэрдом. Элик, разумеется, был первым автором. Как ты верно сказал, он получил приз за определение того, у какой доли звезд на ночном небе есть планеты размером с Землю на орбитах, похожих на земную. Так что на этих планетах такая температура, что там может оказаться вода в жидкой форме. Легко делать расчет, если у тебя нет никаких данных. Люди много спорили о планетах, похожих на Землю, и о том, насколько мы уникальны. Но тут мы в первый раз имеем дело с настоящими данными, которые позволяют провести статистический анализ и получить оценки, которые скажут, что обитаемые планеты на самом деле не такая редкость. Под обитаемостью мы всего лишь понимаем, что там может быть вода и не такая сильная гравитация, комбинация этих факторов. Анализ, который вы провели, заложил основу, по сути, для того, что творится в области астробиологии в наши дни. Во-первых, стоит вспомнить, что в галактике Млечный Путь, в которой мы находимся, 200 миллиардов звёзд. Во Вселенной в целом сотни миллиардов галактик, каждая из которых, грубо говоря, как наш Млечный Путь. Мы выяснили, что от 10% до 20% таких звёзд в своей обитаемой зоне имеют планеты. Если посчитать 10% от 200 миллиардов, то увидишь, что во Вселенной десятки миллиардов не горячих и не холодных планет, похожих на Землю. И, кстати, ещё немного новостей. Мы всё ещё не подтвердили, что на этих планетах и правда есть вода. Возможно, вода есть. Но давайте будем честными. Атомы, водорода и кислорода — это одни из самых часто встречающихся во Вселенной. Из них и получается H2O. Это пока не подтверждено, но было бы неплохо, если бы на тех планетах оказались целые озёра и океаны. Прекрасно. Ты подвёл нас как раз туда, о чём я собирался спросить. Сделаю утверждение, которое может взволновать некоторых людей. Кто-то говорит, что астробиология скорее про хайп, а не про суть дела. Я не хочу обидеть астробиологов. Просто когда мы читаем про обитаемые планеты и открытие жизни вне Земли, на самом деле объём наших знаний настолько ограничен, что такие заявления, которые иногда приписывают астробиологам, просто не поддержаны никакими научными данными. Хотя я и понимаю энтузиазм. Я понимаю, что на кону много внимания и денег. Приведу один пример. Земля — это обитаемая планета. Но большую часть своей истории она была наглухо замороженной. Появились континенты, и они правильным образом встали. В Земле было определённое альбедо, и было ещё много других факторов, но Земля замораживалась. Когда люди говорят об обитаемых планетах или планетах, похожих на Землю, мы говорим только о наличии воды. Но мы ничего не знаем ни про континенты, ни про что-либо ещё. Воображению приходится делать большие скачки. А потом делаются заявления, что, возможно, жизнь появилась тут или там, в экстремальных условиях, хотя мы не знаем даже о происхождении жизни на Земле. А это огромный скачок. Просто хочу, чтобы такие заявления принимали серьёзные доли скепсиса. Есть конкретный пример о том, о чём ты говоришь. На нашей Земле есть вода. Большая её часть заключена в мантии, под поверхностью. Мы знаем, что есть несколько океанов воды, заключённых в мантии, в насыщенных водой минералах. Ты можешь спросить, почему на Земле есть океаны? Ответ в том, что воды так много, что её хватает не только на мантию, но и часть воды остаётся в океанах, в озёрах на поверхности. Это прекрасно. А если бы воды было немного больше? Тогда воды было бы так много, что покрытой бы оказалась вся поверхность. Высота континентов всего несколько десятков метров, Эверест высотой 8 километров. Много воды, чтобы покрыть всю Землю, не потребуется. Земля могла сформироваться со слишком малым объёмом воды, и в таком случае она бы вся была в мантии, впиталась бы в губку внутренностей Земли, а могло быть и слишком много. Но нам повезло, что есть и континенты, и океаны. Давайте начистоту. Если бы Землю покрывал один сплошной океан, и не было бы континентов, было бы сложно строить ракеты, компьютеры, электронику. У нас бы даже не получилось сделать скрипку. Именно. Возможно, были бы разумные дельфины, если они не являются продуктом какой-то сверхразумной цивилизации, и не покинут Землю со словами «пока» и «спасибо за рыбу». Важно осознать, что хотя всем и нравится идея с водой, планета, где есть только вода, жизнь скорее не несёт, тем более разумную, возможно, микробы или животных. Правильнее было бы сказать технологическая жизнь. Водные млекопитающие, как ты и сказал, могут быть даже более разумны, по крайней мере, социально, чем люди. Однако технологии, создание механических, электрических устройств, и уж тем более телескопов или ракет, точно требуют наличия суши. Верно. Осьминоги довольно разумны. И дельфины тоже. Но есть кое-что ещё. Можно писать научную фантастику, и в этом суть. Многое из того, что сейчас представляют как науку, на самом деле – научная фантастика. Это особенно важно из-за новых технологий, которые мы разрабатываем, чтобы приблизиться к тому, чтобы открыть разумную или любую другую жизнь. Поэтому нам очень нужен скепсис. Если ты собираешься написать научную фантастику о жизни на других планетах, даже разумной жизни в океанах, то помни, а если ты нырял с аквалангом, то помнишь, что оттуда особо ничего не видно. Не факт, что те существа вообще в курсе, что снаружи океана есть целая Вселенная из-за эффекта рефракции света. Даже если есть континенты, они должны быть правильно распределены, чтобы была вода. И нужна ещё куча всего. Например, многие обитаемые планеты открыты потому, что они близко к своей звезде. Но они обитаемы только потому, что звезда гораздо менее массивна, чем Солнце. Поэтому можно подобраться ближе и не сгореть. Но появляются другие моменты. На звёздах бывают вспышки, которые убивают жизнь. В астребиологии ведётся много работы по поводу обитаемых планет, и разрабатываемые технологии невероятно увлекательны. Но людям нужно читать новости с осторожностью. Гипотеза редкой Земли, как её иногда называют, включает и такие моменты, как нашу Луну, которая при обращении вокруг Земли стабилизирует её ось и предотвращает прецессию. У какого числа планет, похожих на Землю, на похожей орбите, нет довольно массивной Луны, которая настолько близко, чтобы стабилизировать ось вращения? Ты начинаешь складывать эти факторы, а точнее умножать их, и появляется беспокойство, что число планет, действительно обитаемых, достаточно долго, чтобы случилась эволюция, которая приведёт к технологической жизни, на самом деле всего с дюжина или пару дюжин на всю галактику, но никак не миллиард. У меня похожая позиция. Меня убеждают факторы, которые утверждают, что разумная жизнь – это очень редкий феномен. Но когда у тебя 200 миллиардов солнечных систем, даже редкий феномен может на выходе дать неплохое число. Продолжай. Это всё восходит к Фрэнку Дрейку. Ты наверняка знаешь его. Замечательный парень. Люди думают, что информации довольно много. И уравнение Дрейка – это одно дело. Это даже не уравнение, это параметризация нашего невежества. Давайте просто угадаем, сколько разумных цивилизаций есть во Вселенной. Мы просто умножаем кучу факторов, при том, что многие из них мы не можем посчитать. Они могут быть от нуля до единицы или до миллиона. Я хочу сказать, что эта область – она особенная. Помнишь, я говорил, что всего с одной звездой и одной планетой возможностей остаётся очень много, можно открыть кучу всего? А у нас пока что ноль. Мы пока ничего не открыли экспериментально про эти планеты. Поэтому у нас ноль данных. Так что любые заявки о вероятности наличия разумной жизни или о том, где она может зародиться – это на текущий момент чистые гипотезы. В этой области много идей. Это правда. Они были у меня, у тебя и многих других людей. Появляется много технологий, но данных пока никаких нет. А без данных наверняка это заслуживает намного меньше хайпа. Открытие новых планет, в чём ты был первопроходцем, дало нам данные, которые как минимум позволяют проводить следующее поколение экспериментов, которые, возможно, дадут нам какую-то информацию о признаках жизни. Давай обсудим дальнейшие шаги. Я знаю, ты занимался детектором планет земного типа. Но, кстати, ещё один факт о тебе. Я был не в курсе, но ты поэт. Я слышал, что когда Кеплер, я имею в виду спутник, умер, ты написал стихотворение. Не буду читать, но я его нашёл. Я не поэт. Я просто взял одно известное стихотворение и переложил его для нашего любимого Кеплера, когда он умер. Когда это случилось, у меня и правда к глазам подступили слёзы, и не только у меня. Кеплер был одним из самых значимых экспериментов, когда-либо приведённых человечеством. Что интересно, инженеры НАСА смогли оживить Кеплер. Они нашли способ использовать солнечную радиацию и давление, чтобы повернуть Кеплер и обойти проблемы, связанные с его состоянием. Так что стихотворение было преждевременным. Нет, стихотворение не было преждевременным. Оно просто отражало чувства, которые были в моменте. Хочу кое к чему вернуться, если ты не против, ответить на твоё высказывание по астробиологии. Прости, наверняка я сказал что-то не то, так что давай. Посмотрим на позитивные стороны. НАСА и Европейское космическое агентство планируют миссии на Марс, на большие спутники Юпитера, на Титан, спутник Сатурна и также на Энцелад. Эти спутники легко можно исследовать с помощью роботов. Можно отправить миссию, которая по стоимости будет где-то по 3 доллара на каждого американца. Это значит, что мы можем полететь и взять там образцы воды, которые, как мы знаем, там есть. Она есть на всех тех объектах, которые я упомянул, и проверить, есть ли там бактерии. Что касается пессимизма, который ты обоснованно высказал, есть экспериментальное решение, которое можно реализовать в течение нашей жизни. Оно в том, чтобы отправить зонды, в прямом смысле исследовать воду на предмет микробной жизни. За 30 или 40 лет мы сможем исследовать все объекты, которые я упомянул. Марс, спутники Юпитера, спутники Сатурна и парочку других. И мы уже будем знать, произошло ли зарождение жизни на одном из них. Это было бы круто. Конечно. Я это всецело поддерживаю. Надеюсь, ты меня понял правильно. Я не пессимист, я оптимист. Потому что каждый раз, когда ты ничего не знаешь, есть возможность чему-то научиться, что-то узнать. Моя мысль была в том, чтобы указать на то, как мало мы знаем. Но это то, что делает это все увлекательным. Я против хайпа, но в восторге от того, сколько можно всего узнать. У нас же есть технологии для исследований не только в Солнечной системе, но и дальше. Ты прав. Исследование Энцелада, даже не столько Марса, как мне кажется. Хотя найти ископаемые останки там было бы увлекательно. При этом мы знаем, что Марс находился в тесной связи с Землей. В этом проблема. Хотелось бы увидеть, что творилось в океанах на Энцеладе, который от нас изолирован. Кстати, если бы ты предложил мне спор, то я бы поставил, что там есть микробы, и поспорил бы, что там есть жизнь. Судя по Земле, жизнь развивается, как только это позволяют законы физики и химии. Это открытие стало бы фундаментальным. Не могу дождаться, когда это произойдет. И, кстати, открытие сделают не астронавты, даже не Илон Маск или кто-то из людей, кто получает все внимание прессы. Это сделают роботы. У меня был забавный спор с моим другом Нилом Деграссом Тайсоном о том, что лучшая наука, которой занимается НАСА, делается без участия астронавтов. Потому что, хоть это и увлекательно, и это приключение, но большая часть денег уходит на то, чтобы сохранить им жизнь. А роботы могут отправиться туда, куда не могут отправиться астронавты. Самую увлекательную работу проделают в нашей Солнечной системе не астронавты, хотя приключение было бы невероятным. А что касается вне нашей Солнечной системы, этим точно будут заниматься не астронавты. Это будут делать новые технологии. Я знаю, ты был одним из первых, кто начал продвигать следующие шаги после Кеплера. Поясню. Да, можно видеть планеты, которые проходят перед звездами. И если у этих звезд есть атмосфера, то свет проходит через нее, и в принципе можно за счет этого найти признаки жизни. Может, расскажешь, какие предстоят шаги? У нас прямо на пороге увлекательное будущее. Мы можем наблюдать за близлежащими звездами и ждать момента, когда планета, как ты и сказал, проходит перед ней. Ты наблюдаешь, как свет от звезды проходит через атмосферу этой планеты по пути к Земле. И конечно, когда свет проходит через атмосферу планеты, часть света поглощается молекулами, которые есть в атмосфере. Какие-то из этих молекул могут оказаться признаками биологических процессов. Анализ будет непростым. Но первый шаг, по сути, сделан — это запуск космического телескопа James Webb. Это первый, в будущем будут и другие телескопы, специально заточенные на наблюдении за светом, который проходит через атмосферу планет. Так что зарождается новая прекрасная область спектроскопия атмосфер планет, которая будет позволять проводить химический и, можно даже сказать, биологический анализ состава этих планет. Примерно так. Мы многое сможем узнать. Сейчас у нас всего один образец — Земля. Мы знаем, как будут выглядеть данные, если мы посмотрим на Землю с огромного расстояния. Но не факт, что это обычный случай. Возможно, мы удивимся. Например, когда я был моложе, то написал книгу «Атом». Возможно, я там об этом писал. Я думал, что если найти кислород в атмосфере, то это уже признак жизни. Ведь на Земле не было свободного кислорода. Весь свободный кислород был создан жизнью на Земле. А потом я узнал от знающих людей, что это так, но что свободный кислород можно получить и другими путями. Нужно быть осторожными. Когда мы такое видим, нужно больше данных. В конце концов, мы можем выяснить, что признаки жизни на самом деле другие. Возможно, лучший признак — это загрязнение. Мы не знаем. Но сейчас мы в золотой эпохе. Я оптимист. В течение нашей жизни мы увидим инструменты, которые позволят не только исследовать нашу Солнечную систему, но, по крайней мере, так или иначе, получить образцы атмосферы. Если не визуально, то с помощью спектроскопии. Возможно, новые технологии действительно позволят получать изображения с тех звёздных систем. В ближайшие 30-40 лет возможно многое. Я знаю, что ты стоишь во главе этих исследований. На самом деле, я не возглавляю их. Есть и другие люди, которые на самом деле являются экспертами. Я имею в виду, что ты один из ранних сподвижников. Скажем так, я их подбадриваю. Ты оказываешь сильное влияние. Ведь ты был одним из первых людей, кто сказал, «Ребята, нам нужно двигаться. Не будем останавливаться на Кеплере». Настоящему учёному важно озвучивать такие требования. Но тем не менее, думаю, важно отметить, насколько важны были открытия, которые сделал ты, Мишель Майор и ваши коллеги. Также важно отметить, что вы с Мишелем разделили приз шоу за проделанную работу. Мишель и Дидье получили Нобелевскую премию. И многие из нас, в том числе и я, думаю, что было бы неплохо, если бы вы её разделили. Но, как ты говоришь, призы — это умозрительная вещь. Хотя, на мой взгляд, долгосрочная значимость — вот что важно. Так говорил Фейнман. Такие открытия очень важны. Надеюсь, ты каждый день ощущаешь восхищение и поражаешься тому, чего вы смогли достичь. Сейчас я хочу подвести черту, переходя к следующему моменту. То, что тебя так зацепило, когда ты стоял в душе, это не открытие планет, похожих на Землю. Для этого требовалась просто доработка технологии. На самом деле тебя интересовало, есть ли где-то во Вселенной технологическая цивилизация. И это ключевой вопрос. Одиноки ли мы, как разумные существа во Вселенной? Недавно я писал об этом, и люди это ненавидят, что это можно открыть не с помощью полётов на космических аппаратах, и также нельзя ожидать, что они прилетят к нам. Те НЛО, которые мы видим, это определённо не инопланетяне, как бы людям не хотелось. Такое можно открыть, если смотреть или слушать. Ты долгое время участвовал в проекте СЭТИ, проект поиска внеземных цивилизаций. Он сильно развивался, и этот проект недавно стал занимать достаточно много твоего времени. Давай это тоже обсудим. Я очень ценю работу нескольких десятков астрономов по всему миру, которые используют радиотелескопы, чтобы слушать, если можно использовать такой термин, слушать радиосигналы, которые могут исходить от внеземных цивилизаций. Одна замечательная группа называется Breakthrough Listen. Её спонсирует Юрий Мильнер. Они много работают, чтобы с использованием самых больших в мире радиотелескопов засекать сигналы радиоволн, которые могут исходить от других цивилизаций. Это очень разумное предприятие, наверное, лучшее, что мы можем сделать. Есть и другие способы засекать сигналы. Позволь тебя остановить. Я знаю, ты работаешь и с другими технологиями, но хочется отметить, что поиск радиосигналов больше всего освещается в прессе. В своей книге о физике Стартрека 1993 года, когда Сети был только на ранних этапах, я пытался ослабить энтузиазм, отмечая, какая тяжёлая это задача. Ведь даже если разумные цивилизации существуют, Вселенная — это огромное место. Да, даже галактика — огромное место. Раньше, когда у меня вместо обычного телевизора появилось кабельное, я бросил смотреть его. Ведь ни с того ни с сего стало так много каналов, и было невозможно найти то, что хочется. Это всего лишь 200 каналов, а во Вселенной число частот бесконечно. И это уже неплохой аргумент к тому, почему это очень-очень сложно. Даже если разумные цивилизации существуют, не нужно считать отсутствие сигналов доказательством, что их нет. Это не доказывает их отсутствие. Это крайне сложная задача. Ставлю на то, что даже если разумные цивилизации существуют, у нас есть небольшой шанс про них узнать. Итак, радиосигналы — это один из способов искать жизнь. Мы можем ждать, когда из далёкой галактики мы услышим сигнал «Я люблю Люси» по радиоволнам. Но ты используешь ещё одну технологию, которая мне кажется увлекательной. Можешь об этом рассказать? Об этом мало говорят. Радиоволны, как ты и сказал, это только небольшая часть электромагнитного спектра. Он включает в себя и инфракрасный, и видимый свет, ультрафиолет, гамма-лучи на самом деле. Все они, логично, могут быть частью света, которые могут использовать продвинутые цивилизации. Могу даже утверждать, что у света с более высокой частотой видимого ультрафиолетового и рентгеновского есть преимущества с точки зрения приватности, возможности отправлять отдельные фотоны, что может дать тебе нули и единицы, как на компьютере. Так или иначе, я участвую в проекте по поиску видимого света, того, который распознаёт человеческий глаз, в данном случае лазера. Как кто-то отмечал, в нашей галактике Млечный Путь может быть галактический интернет, а сетевой кабель не протянуть от звезды до звезды, или от звезды до космического корабля, или от корабля до колонии. Вместо волокна можно использовать лазеры. В теории мы сможем подслушать эту сеть, если, например, перехватим один из этих лучей, когда он проходит от колонии до космического корабля, если Земля окажется на пути. Моя группа работает с телескопами, которые наблюдают в видимом спектре, чтобы смотреть на различные звезды, различные части галактики, даже в нашей Солнечной системе, и пробовать засечь лазерные лучи. Но пока мы ничего не нашли. То, что вы пока ничего не нашли, еще не доказывает, что их нет. Интересно, что недавно ты участвовал еще в одном проекте. В сложном, но не очень. В случае с лазерными лучами у тебя должна быть возможность засечь сигнал, который идет в твоем направлении. Однако такие объекты, как Солнце, это естественные линзы, или гравитационные линзы. Увлекательная область. Я работал над ней как теоретик. Поскольку гравитация искривляет свет, такие объекты, как Солнце, могут увеличивать объекты за ними. Ты писал, кажется, в недавней статье, что можно представить, что Солнце может сыграть роль линзы. Ты писал, что не получится засечь сигнал, который исходит от киловаттного лазера, или типа того. Но если воспользоваться Солнцем, как увеличительным стеклом, то получится засечь 100-ваттный лазер от звезды, которая как далеко, на каком расстоянии. Ближайшие звезды — это Альфа Центавра и Проксима Центавра. И да, если воспользоваться Солнцем, как гравитационной линзой, то свет от этих звезд будет линзирован Солнцем и приближен к нашей Солнечной системе. Мы направляем наши телескопы в эти фокусные точки в надежде, что какая-то продвинутая цивилизация поместила туда свои зонды, и что мы с помощью Солнца как линзы сможем подслушать эти передачи, которые, возможно, проходят с этого зонда. Авантюрная идея, но она стоит того. Это же новый подход. Не узнаешь, пока не попробуешь и не послушаешь. Даже если ничего не найдете — ничего. Таким было мое отношение и к Сети. Почему нет? Тем более, если спонсирует миллиардер. Да. Мне кажется, что этот поиск, романтичный поиск, который шел большую часть твоей карьеры, и который привел тебя к таким замечательным открытиям и заставлял двигаться вперед — это замечательный пример неистащимого человеческого любопытства. Нужно просто продолжать стараться. Надеюсь, наш разговор показал кое-что еще. Не только невероятное смирение и скромность, я знаю, что они не наиграны, но и щедрость духа по отношению к твоим коллегам — это заметно. Я заметил это с самых первых дней, когда с тобой познакомился, как со специалистом и как с другом. Эта щедрость духа очень приятная. Мне кажется, это делает тебя не только прекрасным ученым, но и замечательным человеком. Очень великодушно с твоей стороны. Могу только сказать, что нам повезло, и мне повезло, что мы живем в ту эру, когда можем задавать эти вопросы и пользоваться ресурсами на Земле, чтобы получать на них ответы. Потрясающе, что всего полмиллиона лет назад мы выбрались из восточно-африканской Саванны, а сейчас, по иронии, мы используем космические телескопы, чтобы ответить на вопрос о происхождении других технологических существ. По сути, это попытка ответить на вопросы о наших собственных корнях. Откуда мы пришли? Иронично, что мы ищем ответ, глядя на звезды. Прекрасно. Поэтично сказано. Особенно учитывая, что мы на подкасте Фонда Истоки. Мы ищем собственные истоки. И наверняка к этому все и сводится. К вопросам, откуда мы пришли? Как мы попали сюда? Ответ мы узнаем, если будем смотреть на небеса, а не вниз. Мы пример тому. Думаю, мы уже очень близко подбираемся к тому, чтобы открыть химические процессы, которые привели к образованию самовоспроизводящихся живых систем. Я следил за этим процессом, и мы много говорили об этом на подкасте. Если мы смотрим во Вселенную и ищем, что она может нам предложить, то если жизнь вездесуща, то мы узнаем гораздо больше и увидим гораздо больше форм жизни, узнаем о ее разнообразии, о разнообразной химии. Многое узнаем о самих себе, если будем смотреть вверх. Это одна из причин продолжать смотреть вверх. И люди спрашивают, почему нужно спонсировать такие проекты? Нужно думать о себе и о Земле. Но если мы хотим понять себя и наше место во Вселенной, то можно посмотреть во Вселенную. Здорово, что есть такие люди, как ты, которые туда смотрят и которые смело идут туда, где раньше никто не бывал. Спасибо тебе, Джефф, за все, что сделал, и за нашу прекрасную беседу, за твою способность и твой энтузиазм к тому, чтобы объяснять это людям. С тобой было приятно пообщаться. Спасибо за щедрое интервью, Лоренс. Я прекрасно провел время. Надеюсь, вам понравился наш разговор. Этот подкаст создан Фондом Проекта Истоки, некоммерческой организацией, цель которой — обогащать вашу точку зрения на наше место в космосе, давая доступ к тем людям, которые двигают прогресс общества в 21 веке, и к тем идеям, которые меняют наше представление о себе и нашем мире. Чтобы узнать больше, посетите originsprojectfoundation.org Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000.